На аппаратном совещании в Пинском госполкоме регулярно рассматриваются вопросы, связанные с преждевременной смертностью населения. Зачастую гибель людей от так называемых управляемых причин можно предотвратить, если принимать определенные меры. Насколько они были действенны по итогам первого квартала этого года, об этом наш следующий материал. Если говорить о смертности от так называемых управляемых причин, то можно сделать ряд неутешительных выводов. С этого начал свой доклад начальник Пинского межрайонного отдела следственного комитета Дмитрий Лира, в компетенции ведомства которого и находится этот вопрос. Существенный рост указанных фактов по сравнению с 2017 годом. В 2017 году было 6 подобных фактов, в 2018 году их 11. Причем произошел значительный рост таких фактов, как производственный травматизм, Причем зафиксировано два факта со смертельным исходом. В продолжение темы производственного травматизма Дмитрий Лира привел данные. С начала этого года зафиксировано уже 14 несчастных случаев на производстве, и эта цифра растет. Следствием такой неутешительной статистики является несколько причин. Личная недисциплинированность самих сотрудников и работников. К сожалению, мы фиксируем факты нарушения правил охраны труда со стороны нанимателя. Как пример можно привести последний факт, который произошел на Камертоне, где женщина облилась кислотой, получила значительные ожоги. Уже на первоначальном этапе стало понятно, что в период выполнения работы женщина, значит, у нее отсутствовали специальные одежды. В сегодняшний момент мы разбираемся, была ли она у нее вообще. Наблюдается существенный рост количества смертей от внешних причин граждан трудоспособного возраста. Двое молодых мужчин в возрасте 32 и 43 лет добровольно ушли из жизни. Оба состояли на учете в наркологическом диспансере. Оба неоднократно высказывали намерение совершить суицид. Вместе с тем, в этой части на учете диспансеры не состояли. Хотя первоначальная проверка показывает, что круг их общения было осведомлено о намерениях этих людей совершить суицид. Парадоксальный случай. 28-летняя мать троих детей в день своей свадьбы, отмечая торжество, поссорилась со своим суженным и решила его попугать. Свесилась с балкона девятого этажа, не удержалась и выпала. В первом квартале имел место факт смерти в результате ДТП. Водитель, по всей вероятности, уснул и въехал в автопоезд. Если подводить итог сказанному, то практически в 100% случаев, произошедшего, если не брать во внимание производственный травматизм, причиной смерти граждан является их алкоголизация. Практически все лица, которые и погибли в результате воздействия внешних причин и совершили эти преступления, находились в состоянии алкогольного опьянения. Озабоченность вызывает и гибели людей в результате убийств. Одно из них произошло в общежитии после пьяной ссоры. Действительно, вопрос пьянства в общежитиях на Санкт-Петербургах. Ситуации, которые возникают в скоромытии заведениях очень часто. Исходя, что там контингент тоже есть определенный. Ну, само собой, если их оставлять полностью без присмотра, там беда будет в любом случае. А потому необходимо усилить профилактическую работу с теми, кто злоупотребляет алкоголем и состоит на учете в наркодиспансере. Сегодня в городе совершают правонарушения только те, та категория, которая не хочет работать, не будет работать, иметь желание работать. Поэтому сейчас, как и никогда, надо органам это не делать, вот именно на работу профилактическую и с этой категорией. Тот, кто работает, если-то работает, он, как правило, не будет заниматься их работой. А вот те, кто сидят и убирают, они будут воровать, они будут поджигать, они будут и все остальное. Продолжение следует...